Ригор неожиданно активизировался. Поговорим о щедрости. Щедрость, на самом деле, это первое освобождающее действие по буддизму. То есть очень хорошо быть щедрым. Но надо понимать, что это многопланово. То есть это не означает обязательно именно деньгами или подарками, материальными благами. Самый высокий вид щедрости – это делиться буддийским учением. Или каким-то другим духовным учением. То есть проповедовать, объяснять людям, как надо правильно жить. Другой вид щедрости – это просто улыбаться людям. Другой вид щедрости – это делать пожелания хорошие. Молиться, пожелать людям всего хорошего. И вслух, и про себя. Как экономно? Экономно как? Интеллектуальная щедрость еще. Тоже как бы консультировать. Психологи управляют интеллектуальную щедрость. Учителя, да. А этот человек от голода сгибается. Много чего и сказать по делу. Что ты им говоришь? Ему это объяснить. Могут и деньги за это взять еще. Это будет щедрость. А как знаешь? Народная мудрость. Не учите меня вжить. Лучше помогите материально. Если человек голодный или не хватает денег, тогда может быть нужно щедрость продемонстрировать. Может быть нет. Это по ситуации надо. Возможно человеку может дать не рыбу, а удочку. Чтобы он сам себе наловил. Надо ему подсказать. А что ты сидишь, ничего не делаешь? Иди и поработай. Заработай деньги. А это ты мне говоришь, да? Ну, это абстрактному, сферичному человеку вакууму, на котором не хватает денег, я так говорю. Так, спокойно. Не ржим, не ржим. Мне тоже денег не хватает. А, так он не может быть. Не может быть. Это фантастика. Непонятно почему. Паша целыми днями прям 24 на 2, на 1. Второе освобождающее действие – это нравственность. Этика по-другому говоря. То есть это, скажем так, это нравственные принципы. Надо изучить, да помнить, а не жить. Совесть тоже туда же примерно. Потом терпение. Третье. Еще радостное усилие. Это тоже освобождающее действие. Потом медитация и мудрость. Тут шесть освобождающее действие по буддизму.